Итак, в жизни каждого человека однажды может поступить такой период, когда ему либо требуется очень мало мяса, питания, либо ему оно вообще не требуется. Что это за такие особенные периоды, когда мы меняем свое отношение к пище, животному происхождению? Поскольку я консультирую людей уже несколько лет по вопросам питания и различных заболеваний, я очень четко вижу взаимосвязь. Люди, которые постоянно едят мясо, рано или поздно начинают испытывать некоторые проблемы со здоровьем, и не всегда они понимают, что часть этих проблем может быть связана именно с перееданием мяса. И когда мы начинаем разбираться в их заболеваниях, и если мы видим, что какие-то заболевания действительно связаны с перееданием животного белка и с перегрузом пищеварительной системы, с изнашиванием пищеварительных органов, то мы начинаем уменьшать количество животного белка. И я расписываю человеку такой рацион, в котором либо совсем нет мяса, либо оно заменяется легким животным белком, либо мы просто на какой-то период отказываемся от него. Итак, есть категория людей, которые по причинам различных заболеваний могут иногда быть поставлены в такие условия, что им временно необходимо отказаться от мяса, либо его очень сильно ограничить. Это первый момент, когда людям требуется меньше мяса или его полное отсутствие. Второй момент – это когда человек в принципе здоров, он ничем не болеет, но у него есть желание иногда соблюдать посты, делать какие-то разгрузки, делать детокс и тем самым заниматься профилактикой заболеваний пищеварительной системы. Это очень хорошая привычка и традиция делать вот такие облегченные периоды по питанию в своей жизни. Если человек несколько раз в год прибегает к таким профилактическим мерам, то это только польза. Следующий момент, когда людям нежелательно есть мясо или много мяса – это нарушение в работе пищеварительной системы, когда недостаточно вырабатывается ферментов для расщепления животного белка. И у таких людей обычно бывают очень неприятные ощущения в животе. Но представьте себе, если человек поедает животный белок, а он у него не расщепляется. Такая пищевая масса начинает подгнивать в кишечнике, это сопровождается воспалительными процессами, болями, возможно, запорами, неприятным запахом и так далее, и так далее. То есть человек начинает пить какие-то дополнительные ферменты, чтобы это расщепить, вместо того, чтобы просто хотя бы временно отказаться от мяса, нормализовать свою микрофлору в кишечнике и постепенно прийти к своему здоровому состоянию, когда у него, в принципе, вся еда будет усваиваться великолепно. Есть еще другие причины, по которым люди отказываются от мяса, в том числе морально-этические причины. И именно поэтому у меня родилась мысль сделать вот такой плейлист отдельный для людей, которые в определенный период своей жизни испытывают потребность убрать мясо, либо уменьшить, очень сильно уменьшить его количество, либо заменить его на очень легкий животный белок. И у меня родилась целая куча рецептов, когда мы можем делать само питание очень легким, не перегружая пищеварительную систему, но в то же время в этом питании присутствуют и белки, и жиры, и углеводы. Люди, которые в теме зоши здорового питания, часто очень тщательно следят за нормой белков, жиров и углеводов в своем питании. Ну, я отношусь к этому немножко иначе, чем большинство диетологов, нутрициологов. У меня взгляд на туропата на эти вещи. И я считаю, что нужно думать не о том, сколько у тебя белков, жиров и углеводов, а о том, чтобы твое питание было больше очищающим, нежели загрязняющим. Но это уже тема другого видео. И для тех, кто действительно беспокоится о том, чтобы норма белков, жиров и углеводов была выполнена в течение дня, как раз пригодятся мои рецепты. Потому что они основаны на сбалансированном соотношении белков, жиров и углеводов. И несмотря на отсутствие мяса, у меня в рецептах действительно будут и белки, и жиры, и углеводы. Но чем же мы будем заменять мясо здесь, в наших рецептах? Чтобы питание было избалансированным по белкам, жирам и углеводам. Чтобы вы не чувствовали голода. Чтобы вы насыщались. Чтобы вам было вкусно. И в то же время, чтобы ваша впечатлительная система все-таки немножко отдыхала. Решение очень простое. Мы заменим мясо сухой белковой композитной смесью. Вы мне можете сказать так. Ба, ну вы же доктор натуропатии. Натуральное питание, которое есть в природе. То, что растет на ветках, на земле. Мир растений. И как это соотносится с сухой белковой смесью. Здесь я могу сказать вам следующее. Вот раньше люди не знали, что такое автомобиль. Они передвигались либо пешком, либо потом они научились передвигаться на лошадях. Возможно, да, на собачьих упряжках позже. Но однажды люди избрели автомобиль. И это очень сильно упростило жизнь людям. Сделало жизнь более комфортной. В питании дела тоже так обстоят, что они не стоят на месте. Если древний человек срывал с веток обычные плоды, питался ими, вылавливал рыбку в ближайшем водоеме и тоже употреблял ее в пищу, то сейчас у людей просто нет таких возможностей. Люди, живущие в мегаполисах, не имеют возможности срывать плоды прямо с куста или вылавливать рыбку в водоеме, они все это покупают в супермаркетах или на рынках. И очень часто еда, которая присутствует на полках магазинов, имеет слабое отношение к натуральной и естественной еде. Как много у нас всевозможных переработанных продуктов, которые в результате переработки потеряли все свои питательные свойства. Наш поиск не всегда сводится к тому, что мы это лучшее находим на ветках деревьев. Учитывая то, что мы живем в наш бурно развивающийся век, когда пищевая промышленность не стоит на месте, мы используем лучшие наработки из достижений пищевой промышленности и берем их себе на вооружение. Как раз белковая смесь является отличным достижением пищевой промышленности, когда ученые постарались и сделали очень простой продукт, наполненный полноценными витаминами и минералами. И этот продукт очень легок для усвоения и не нагружает пищеварительную систему. А это как раз нам и надо. Мы здесь как раз с вами про здоровье и про то, чтобы освободить нашу пищеварительную систему от колоссальной нагрузки, которую она терпит, если мы заставляем ее переваривать, вот эти самые все неестественные вещи, такие как колбасные изделия, конфеты, какие-то сложные кондитерские изделия и так далее. Мы берем на вооружение очень простой продукт, очень доступный для расщепления и наполняющий наше питание всеми необходимыми нутриентами. Итак, сегодня мы с вами немножко поближе познакомимся с белковой смесью. А уже завтра вы увидите на моем канале первый рецепт с участием белковой смеси. Не только увидите, но и, конечно, попробуйте его повторить. Ну и оцените на вкус. Буду рада, если напишите в комментариях, как он вам понравился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok